как мышонок попал в мореплаватели. Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их ножиком из толстых кусков сосновой коры. Сестренка прилаживала паруса из тряпочек. На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта. «Надо из прямого сучка!» сказал брат, взял ножик и пошел в кусты. Вдруг он закричал оттуда. «Мыши! Мыши!» Сестренка бросилась к нему. «Рубнул сучок!» рассказывает брат. «А они как? Порскнут!» «Целая куча! Одна вон сюда, под корень!» «Погоди, я ее сейчас!» Он перерубил ножиком корень и вытащил крошечного мышонка. «Да какой же он малюсенький!» удивилась сестренка. «И желтый! Разве такие бывают?» «Это дикий мышонок!» объяснил брат. «Полевой!» «У каждой породы свое имя. Только я не знаю, как этого зовут!» Мышонок открыл розовый ротик и пискнул. «Пик! Он говорит, его зовут Пик!» засмеяла сестренка. «Смотри, как он дрожит! Ай, да у него ушко в крови! Это ты его ножиком ранил, когда доставал! Ему больно!» «Все равно убью его!» сердита сказал брат. «Я их всех убиваю! Зачем они у нас хлеб воруют?» «Пусти его!» взмолила сестренка. «Он же маленький!» Но мальчик ничего не хотел слушать. «В речку его брошу!» сказал он и пошел к берегу. Вдруг девочка догадалась, как спасти мышонка. «Стой!» закричала она брату. «Знаешь что? Посадим его в наш самый большой кораблик и пускай он будет за пассажира». На это брат согласился. Все равно мышонок потонет в реке, а с живым пассажиром кораблик пустить интересно. Наладили парус, посадили мышонка в долбленное суденышко и пустили по течению. Ветер подхватил кораблик и погнал его от берега. Мышонок крепко вцепился в сухую кору и не шевелился. Ребята махали ему руками с берега. В это время их кликнули домой. Они еще видели, как легкий кораблик на всех парусах исчез за поворотом реки. «Бедный маленький пик», проговорила девочка, когда они возвращались домой. «Кораблик, наверное, опрокинет ветром и пику тонет». Мальчик молчал. Он думал, как бы ему извести всех мышей у них в чулане. «Кораблик, текста, можно не одновремен Продолжение следует...